Всем привет путешественники и путешественницы, с вами Йорна и сегодня мы разбираем на тестовом серваке новенького героя с фракции могил, рыдающую вдову Тео Вин. Она ловкач, качается в древнем дереве тоже по ветке ловкачей, и когда я прочитал историю, мне даже стало как-то печально. Теперь я понимаю, почему они ее нарисовали как могила рожденной, но красивые глаза и которые постоянно плачут. И если в краткости пересказать лорд, то история была такова. То есть была принцесса Тео Вин, у нее также был старший брат Торан, который был старше всех, и также был еще брат младшей Эдвин. С Эдвином она всегда любила играть, а Торан всегда издалека смотрел и был доволен, что у нее такие родственники. В общем она была хрупкая, слабая и никогда не могла играть со своими сверстниками. В итоге, когда она подросла, ну в общем они сделали так, чтобы она ни в чем не нуждалась, она расцвела, и они приняли решение, что они ее дадут, так скажем, замуж за принца из соседнего королевства. Ну король там был такой отстойный, в общем она с ним жила вроде как не так хорошо, как хотелось. И в итоге, когда что-то там произошло между Тораном и Эдвином, она решила приехать вроде как повидать родственников. Ей муж в этом не отказал, вот этот вот король из соседнего королевства, и они поехали туда. Но в итоге ее младший брат Эдвин решил сделать переворот. В итоге он убил своего брата Торана, который стал потом падшим королем и воскресился. И также в этой бойне, короче, пострадала Тео Вин, то есть она получила смертельный удар. Но когда там уже на последних секундах ее жизни, она там как-то вскрикнула, и в итоге, когда всех уже похоронили, ее в могиле не нашли. То есть она переродилась вот в эту могилу рожденную, у которой очень красивые глаза и постоянно плачут о том, что погиб ее брат Торан и погиб ее муж. В общем, короче, история очень печальная, и когда я даже прочитал, я даже немножко приофигел. В общем, обязательно прочитайте лор, когда данного героя добавят уже на наших серваках на следующей неделе. И, кстати, когда этого героя я поймал в вершинах времени, я посмотрел подробные характеристики. На белой рамке с персоналкой плюс 28 у нее шанс крита 33%. Это даже как-то мало. А что говорить, давайте я вам покажу, чтобы вы потом не писали, что я где-то что-то приврал. Вот, в дальнем рубеже я поймал ее, причем сразу, как только зашел, и покажу вам подробные характеристики. Вот, плюс 27, шмот миф Т2, белая рамка 2 звезды, шанс крита 34%. Это просто херня, я бы сказал. Вот почему они такой делают маленький шанс крита. Если бы он полотенник был, было бы прикольно. Ну, все равно на нее можно ставить что из артефактов. Допустим, тот же самый клинок. Разогнать атаку можно, поставить ловкачу как вариант. Благодать, чтобы дольше жить. И ОКО на скорость атаки открыта. Тоже можно ставить, почему бы и нет. Так что такие артефакты используйте, когда будете качать Тео Вин. Ну, а если, допустим, эти артефакты заняты, и у вас какие-то другие приоритеты, можете ставить все, что хотите. Ну, я всегда исхожу из того, какая команда против меня дерется. Первый навык Ана Жултай называется Призрачный Распад. Тео Вин распадается на несколько призраков, которые разлетаются в разные стороны, и в это время ее нельзя атаковать. И она не получает никаких эффектов от способностей союзников. Ну, то есть там атака, защита, восстановление здоровья, ускорение, скорее всего. И когда какой-либо из призраков проходит сквозь врага, тот получает 150% урона. Затем эти призраки собираются обратно воедино рядом с самым слабым противником. И Тео Вин вновь появляется на поле боя. Ну, то есть некая такая мобильная за счет ульты. И урон противникам во время сбора призраков равен урону от исходных атак данной способности. Ну, то есть 150%. А по мере прокачки на 161 уровне будет уже 190. Ну, неплохо. Только обидно, что она не получает никакие эффекты во время вот этой разборки. Но будем смотреть еще в тестовом бою. Второй навык называется Навязчивый Призрак. Тео Вин переходит в форму Призрака и окутывает врага, не давая ему восстанавливать здоровье. Ну, в общем, как многие и писали. Что это не хиллер, это не саппорт, а герой, который просто забирает здоровье у врага и уничтожает. В общем, механика, не давая восстанавливать здоровье, такая же, как у Торна и Фирейля за счет Призраков Фары. И дальше тут написано, что в то же время Тео Вин наносит 130% урона в секунду. Офигеть! В течение 8 секунд. То есть за 8 секунд оно нахерачит где-то примерно около косаря. Когда Тео Вин отпускает этого противника, после того, когда она с ним поигралась, такая, ну тю-тю-тю-тю, она наносит ему еще 130% урона. Круто! И во время действия этой способности Тео Вин нельзя атаковать. И она не получает активные эффекты от способностей союзников. В первом навыке в ульте нельзя ее атаковать. Тут нельзя ее атаковать. А когда ее можно-то вообще атаковать? Ну, когда читаешь, это как-то очень круто звучит. На втором уровне у нее там урон увеличится до 150%, на четвертом до 170%, а на третьем, когда Тео Вин окутывает врага, то 100% от здоровья, которое противник должен был восстановить, передается ей. Ну, то есть, просто там прилетела, да, улюлей, ее нельзя атаковать, еще и забрала у него все здоровье. Ну, в принципе, а что должна делать девушка, которая овдовела, да еще ее и убили? Капец. Прикольный второй навык. Третий навык называется Проклятие призрака. Тео Вин переходит в форму призрака и несется вперед, проклиная всех врагов на своем пути и нанося им по 130% урона. То есть, если они будут кучкой стоять, она зацепит всех. Если враг уже проклят, то Проклятие снимается и Тео Вин наносит противнику урон равный 15% от его максимального здоровья и еще игнорирует всю защиту. Чем-то мне это напоминает Эйрона. Вот если бы здесь не был прописан вот этот процент, но 15% все равно это не мало. Это не мало. И в призрачной форме Тео Вин неуязвима для способности контроля. Некоторым героям такое надо прокачать, чтобы быть неуязвимым к контролю. Ну там допустим на 2-3 секунды. А тут сразу, она просто, ее нельзя взять в контроль. Все. До свидания, буду бегать всех лупить. То есть, если команду сформировать с подхилом и поставить эту Тео Вин, то по логике вещей она должна жарить как не себя. И по мере прокачки урон увеличится до 170%. Прикольный третий навык. Однозначно прикольный. Так. Четвертый навык называется Скорбная песнь. И тут написано, если Тео Вин получает урон выше 10% от ее текущего здоровья, он будет сокращен или снижен на 55%. Ну то есть, выживаемость у нее будет на хорошем уровне за счет четвертого навыка. И по мере прокачки, уже на 240 уровне, этот урон будет сокращаться на 65%. Прикольно. Круто. Я не знаю, сколько раз я сказал слово прикольно, но навыки мне нравятся. Давайте посмотрим имянку, что она дает. Здоровье. Атаки больше. Здоровье на втором месте. Крит восьмерку. Ну, мало крита у данного героя. Очень мало. Ну, а в навыке минного предмета говорится, что эта способность активируется каждые 15 секунд. И действие способности Тео Вин Проклятие Призрака, это вот вроде как, какой там у нас второй навык, да, Проклятие Призрака, распространяется на противников, которые нанесли ей больше всего урона за последние 15 секунд. Ну, а по мере прокачки на плюс 10 уровень атаки проклятых целей снижается уже на 20% в течение 8 секунд. Нормально так. Мало того, что она понижает по себе урон, ее нельзя атаковать, брать в контроль, плюс она еще забирает здоровье, то она еще и понижает уровень атаки на 8 секунд. И на плюс 20 число врагов, на которых действует эта способность, уже будет увеличиваться до 2 вместо 1, а на плюс 30 до 3. У нас в команде, напоминаю, 5 героев, когда вы деретесь против какого-то противника. То есть 3 героя уже минус 20% к атаке. Нормально. А там еще накладывается проклятие Призрака. Зачет? Да, однозначно зачет. Слушайте, ну персоналка прикольная. Да, проклятие Призрака, это вот когда она игнорирует защиту и наносит 15% от максимального здоровья. То есть она будет просто, если пролетает, сразу там 3 разносить в пух и прах. Зачет. Так, ну а эксклюзивную мебель что дает? Тут уже интересно. 3 предмета собрали, кстати, называется мебель пойманной души. Враги не могут восстанавливать энергию, да, когда на них наложено заклятие Навязчивый Призрак. Навязчивый Призрак это вот второй навык, когда она окутывает, наносит там дохренища урона и при этом еще забирает здоровье. И ее нельзя атаковать. Вот, а когда вы прокачиваете 9 предметов мебели, то Теовин получает 100% от энергии, которую могли бы восстановить противники, пораженные Навязчивым Призраком. То есть вот как раз таки вторым навыком. Ну, блин, зачет. Зачет. То есть это ловкач, который еще помогает команде, понижая урон от 3 противников, ну команды врага. Ну и при этом она еще должна долго жить. Однозначно. Ну давайте зайдем на арену испытаний. Я не знаю, мы тут, наверное, подеремся с манекеном, а уже в отдельном видео будем проходить каждый этап. И как обещал, не буду использовать небесных и подземных. Просто посмотрим на механику. Х2. Так, вот она использует как раз таки второй навык, когда она присоединяется к какому-то противнику. Все, разлетелось. Причем радиус действия это такой нехилый, я вам скажу. Ну серьезно, он прям попадает по всей карте практически. Опять ульта. И вы посмотрите, сколько урона она наносит. Слушайте, ну мне нравится механика данного героя. Как она телепортируется, как она прицепляется к противнику. И как вот она, да, появляется рядом с тем, кто послабее. Слушайте, ну зачет. Зачет однозначно. Да, и вроде как в какой-то инсайдерской информации писалось, что добавят этот союз. То есть там будет Тео Вин, наверное, как вариант с Торном. Ой, не с Торном, а Торном. Хотя у нас уже есть такой союз. Может быть добавят туда Ниру. Или вроде с Ниру там говорили, что будет союз. Ну в общем посмотрим. Я думаю, что к этому герою, если добавят союз, будет очень круто. Потому что дополнительные характеристики ей точно не помешают. Но собрать ее опять не получится очень быстро. Потому что те, кто вот сейчас начнут играть, я бы сразу из могил кого собирал. Это Шемка однозначно. Фара стопудово. Также собирал бы я Торна однозначно. Он в более поздней игре тоже пригодится. Нара, конечно же. Потом Тео Вин и Деймон. Это прям вообще просто не обсуждается. Конечно, Баден, Грежу и все остальные герои тоже используются в игре. Но, блин. Вот на первый взгляд. Крутая. Все, наверное, друзья, на этом. Видео закончим. А уже в следующем будем проходить вот эту вот арену испытаний. Заодно там ее очень плотно и потестируем. Так что увидимся. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok